Приветствую вас, Марина. Я не думаю, что вам понравится то, что я скажу, но тем не менее я все, что это скажу. Во-первых, есть причины, по которым вы со своим парнем ссорились, и есть причины, по которым он потерял к вам доверие, любовь и страсть. Во-первых, нельзя потерять доверие, любовь и страсть, если они изначально были. Если человек это теряет, значит, этого никогда особо не было. Во-вторых, просто вами манипулируют с неожиданно, что вы цитируете его слова. Также, мало, я бы сказал, мало просто сойтись, очень мало просто сойтись. Я бы сказал, что необходимо не просто сойтись, а принять какие-то совместные решения для того, чтобы ссор больше не повторял. У меня такое ощущение, что сошлись вы по вашей инициативе именно из-за того, что вы, как говорите, его любите и хотите построить с ним семью. И вот у меня вопрос, а какова природа вашей, как раз-таки, любви к человеку? То есть, пока я вижу это интересное проявление, скорее, зависимости психологической от него, чем любовь. Потому что совершенно очевидно, что человеку он с вами лучше не становится. Невально, по какой причине? А любовь это стремление сделать другого счастливым. Но вы человека счастливым не делаете. И соответственно, если человека счастливым вы не делаете, то можно предположить, что вы делаете это для себя. То есть, вы для себя хотите с ним быть, вы для себя не хотите терять его, и вы для себя хотите построить с ним семью. Вопрос заключается в том, какие конкретно свои желания вы пытаетесь с ним реализовать. То есть, что вы, чего вы хотите конкретно добиться, что вам конкретно нужно. Вот. И что для вас будет означать потеря его, почему вы хотите не построить семью. Особенно в 21 год, когда вам сейчас нужно думать больше о, скажем так, об определенной самореализации, о становлении вас как профессионала, например, в своей области и так далее и так далее. Вот. То есть, эти вопросы, они, на мой взгляд, остаются без ответа, а это очень плохо. Потому что такие вопросы нужно разбирать. И если вы действительно любите человека, замечательно и супер, но нужно, чтобы эта любовь была реальна. Чтобы она была реальна, и чтобы она действительно имела место быть, а не так, чтобы только говорить, что вы его любите, а на самом деле просто от него зависима. Зависима совершенно никого не делала счастливым, в том числе не сделала она и вас. Поэтому я бы здесь вот поработал бы как раз с вашими желаниями, вот, с вашими потребностями, которые у вас имеют место быть. Ну, в контексте вот этой вот истории, что вы хотите с ним создать семью и что вы не готовы его потерять. Потому что любовь, любовь это кратки, когда человек готов отпустить, готов отпустить. Ну и складывается ощущение, что он для вас очень важен. Человек, я имею ввиду. А это тоже для любви, ну, не сказать, чтобы такое приемлемое условие. Хотел бы потому что, чтобы любить, любить по здоровому, нужно, чтобы человек любил себя. А если бы вы любили себя, ну, вы бы не хотели создать семью. И тем более, вы бы не ссорились. Потому что ссора происходит опять же из попытки переделывать человека под себя. Все позволяет говорить о том, что вы, возможно, своего молодого человека идеализируете. А идеализация это предание реальному человеку некого вымышленного образа, который вы пытаетесь, под который вы пытаетесь его переделать. Именно за счет, как раз таки, ссор с ним. Вот. Поэтому, вот в таком примерном контексте вам, мне кажется, нужно двигаться. Вот. То есть я понимаю, что вы хотите сохранить отношения, что в таком случае любые отношения можно гармонизировать, но для этого нужно менять привычную модель поведения. И в любом случае становиться более независимой и менее нуждающейся в нем по сравнению с тем, как вы сейчас ведете себя. Молодой человек вас не ценит. Честно именно потому, что вы не цените себя. Молодой человек вас не ценит, потому что он знает, что вы от него никуда вообще не денетесь. Вот. И это на самом деле для вас, опять же, это достаточно серьезная проблема, вот, которую, на мой взгляд, можно и нужно решать. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить. Я надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация самым лучшим образом для вас разрешится.